Слушайте книжки на радио «Голос Берлина». Слушайте книжки на «Четверть Мордовка», на «Одну восьмую Эзря», на «Одну восьмую Мокша». Я пишу текст о чернокожей рабыни, которая родилась у чернокожей рабыни. И я пишу этот текст о русской белой крепостной крестьянке, которая появилась в семье русских крепостных. У всех моих предков белая русская мордовская кожа, крепостная кожа. Я пишу этот текст и о себе. У меня есть право писать фикшн о себе и о крепостных крестьянах. А из-за моей белой кожи у меня нет права писать фикшн о чернокожих рабах. Но, может быть, у меня есть право попытаться из-за общности рабского опыта предков, из-за общности современного предубеждения, молниеносного, из-за небелой кожи, довольно быстрого из-за акцента или русского имени. А главное, because of my love for black people's literature and folklore. Полина Бояркина, литературовед, главный редактор журнала про чтение Bookmade Originals, читает отрывок из книги Евгения Некрасовой «Кожа». Слова, слова, слова. Это программа «Книжки», специальная для радио «Голос» Берлина. В центре этого выпуска книга Евгения Некрасовой «Кожа». Текст, который изначально был сериалом на Bookmade, саундтреком «Айгел», а в итоге стал важным романом о самой природе несвободы. История о том, как две девушки, объединенные опытом несвободы, меняются кожей. И что из этого получается? Полина Бояркина рассуждает о новом свободном языке, который изобретает Некрасова, и о несвободе, в которой все оказываются равны. Внимание, спойлеры. У нас есть две ключевые героини. Хоуп, который рождается на американской сахарной плантации у рабыни, которую в юном уже подходящем для работы возрасте отнимают у матери, отправляют на другую сахарную плантацию. Точнее, даже не на плантации работать, а в доме рабовладельцев. Хозяева не очень хорошо относятся к ней, и в какой-то момент хозяйка считает, что хоуп нарушает правила поведения, поэтому ее высекают, и она практически умирает. Но из-за того, что наступает холод, она выживает, и дальше в какой-то момент она начинает писать стихи, и благодаря этому ее выкупает учитель и привозит в Россию. И в России она уже встречается с крепостной крестьянкой домной, в тексте две вот этих линии, и более подробной оказывается линия именно хоуп рабыни американских сахарных плантаций, когда она попадает в Россию. Оказывается, что по еще Петровскому закону на русской земле она обретает свободу. И вот она такая бывшая рабыня, а теперь свободная, встречается в какой-то момент с русской крепостной, которая не свободна. Но за счет того, что им удается в какой-то момент обменяться кожей, каждая из них так или иначе расширяет границы собственной свободы, потому что понятно, что даже несмотря на то, что XIX век, который описывает Евгения Некрасова, это очень условный XIX век, все равно, насколько женщины вообще незамужние могли быть свободны в XIX веке, вот эту степень свободы героини обретают после того, как обмениваются кожей. Автор хотел сказать. Ну вот в Америке, в американской культурной литературе очень сильно распространено сейчас явление культурной аппроприации. Был очень громкий кейс с книгой «Американская грязь», если я правильно помню, о мексиканских беженцах, которую написала авторка, которая сама не имела к этому никакого прямого отношения. И вот с кожей было тоже опасение, что Некрасова пишет о людях с темной кожей, при этом сама не имея такого опыта. Но она действительно использует опыт рабства и крепостного права как общий опыт несвободы и в этом смысле дает себе вот эту возможность писать и о тех людях, и о других людях. Книжки, которые мы читаем. Это, безусловно, художественный текст, и дело не только в фандопущении, а дело еще и в совершенно потрясающем языке, который он написан. Вообще сказовый элемент в языке Некрасова использует во всех своих текстах, а в коже она использует такие сложные, многосоставные, причастные, описательные конструкции. Она использует слово не «рабы», а «работающие». С одной стороны, это объясняется тем, что книга по большей части написана через оптику «Хоуп», которая попала в Россию, которой вся эта действительность незнакома, вместо слова «столица» она использует словосочетание «главный город». А с другой стороны, это тоже такая попытка как бы не апроприировать чужую культуру, не присвоить ее, а посмотреть на нее каким-то таким вот взглядом неофита. Для того, чтобы как раз как-то сформулировать понятие свободы и несвободы, никто не писал об этом таким языком, как Некрасова, языком, где просто вот на уровне слов автор тоже реализует эту идею освобождения. Есть вот эта вот идея, что язык в каком-то смысле называние предметов каким-то определенным словом – это ведь тоже некоторое ограничение свободы. А вот тут уже на уровне выбора слов конструкций автор уходит от того, чтобы предметы и явления прикалывать их булавочкой к доске и навсегда, чтобы они оставались именно такими. А показывает, что на самом деле может быть совершенно разный взгляд на разные вещи и явления, и то, что для одного человека может казаться одним, другой человек это может видеть по-другому. И вот эта вот возможность увидеть что-то глазами другого человека – это, кстати, тоже, наверное, про свободу. Как бы если идти от этого дальше, то вообще принятие того, что люди могут… Есть разные люди, у них могут быть разные точки зрения на разные вопросы, они могут мыслить по-другому. С этим, мне кажется, что есть некоторые проблемы в современном мире. ПОЧИТАЕМ КНИЖКИ Программа выходит при поддержке книжной торговой площадки bukinist.de, где можно не только купить, но и продать книги. bukinist.de – самый большой букинистический магазин для книг на русском языке в Европе.